Субтитры делал DimaTorzok Мы, кстати, из этого очень сильно страдаем И наш позвоночник тоже страдает Немножко, так сказать, мюткой физиологии То есть у всех четвероногих существ У них идет как бы четыре опоры А позвоночник отдыхает Потому что нагрузка распределяется между четырьмя опорами Это как бы раз Во-вторых, довольно жесткий каркас и корсет вокруг органов Которые их плотно держат Как бы они не болтыхают Время движения, время бега Как бы все классно и хорошо То ли дело у человека на своих двух ножках Этот позвоночник, который уж согнулся в три прогибели Там просто вот, бля, какая-то как зюбрь какой-то Идешь, все органы трясутся Все трясется Короче, ужас Просто жить невозможно Так, ладно Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала Меня зовут Нейд Гвард Ну что ж, ребята Новая серия по фотографу Я сделал себе чаечку И, как говорится, это даже не новый день Это я продолжаю играть Потому что вот настолько меня модификация затянула Ибо сейчас стало вот, ну, конкретно интересно Это ряд болота Мы тут занимаемся, так сказать, сейчас поисками пропавшего У нас, собственно говоря, ученого Плюс по сместительству еще делаем задания с аномалиями То есть пытаемся раздобыть данные для первого детектора аномалии Чтобы по итогу получить первый прототип И как бы себе немножечко, кажется, безопасить То есть будем меньше попадать в аномалии Нам, как говорится, только в плюс Я прибыл со старта не совсем куда-то такое нужно То есть нужно идти в другую конец локации К доктору Болотному Он вроде бы знает у нас там всю эту ситуацию С пропавшим ученым Он, интересно, общался Но я решил сразу зайти налево Потому что, ну, как бы со старта ты заходишь на локацию Слева есть вот такой вот у нас потрясающий фасад деревни Я его изучил Здесь нету ничего интересного, как оказалось Это все очень сильно похоже на будущую какую-то базу Ну, то есть правда Здесь прям что-то раскиданы вещи чьи-то Вот стоят кто-то кричит Детекторы То есть голова кровососа Прям обустроенная целиком база Вот там у нас сверху даже некий какой-то склад Но пока что здесь пусто И нету никого Возможно, в дальнейшем здесь кто-то появится Поэтому, как говорится, я стартовую позицию описал Лайкосик Прожали Комментарии Написали через комменты Встал, посмотрите, что-то маловастенько На NLC 7, как говорится, все были Гораздо, все помогали Да, все, как говорится, знали А фотограф, походу, мало кто проходил Потому что модификация довольно старенькая И мало кто, что по ней, как бы, даже пишет Это странно Комментариев было до этого гораздо больше Но это от вас, говорится, сам Инициатива зависит Хотите пишите, хотите нет Просто имейте в виду, что актив очень важен Так вот Зачем мы здесь? Тут у нас, ребята, в этой деревушке Две аномальки Надо сейчас сразу просто Запустить туда детекторы свои Для того, чтобы эти две аномальки Сразу запилинговать Тут у нас находится химоза Вот в таком прекрасном формате она лежит Надо сейчас не забыть Сначала вешаем на пояс детектор Зонда, который будет считывать информацию А потом, собственно, кидаем туда Сам зон Оп, сработало И следовательно, новости под аномалии Информация доступна для просмотра в ПДА В разделе аномалии Кстати, да, мне много кто писал Относительно того, что тут много всего Интересного есть в ПДАшке Это нихера не читаешь Как бы, ребята, каюсь Надо бы сейчас посмотреть Там реально почти информация, которая у нас есть Она сохраняется в ПДАхе Там реально очень много информации Это как бы факт Ай, сейчас вспомнил еще одну вещь Про которую многие писали, ребят Вопросы Вопросы в начале серии Сразу разруливаем Много людей удивлялось Мол, почему иногда завтыки по звуку Ну, то есть бывает у меня звук На полсекунды Бывально пропадает Либо, ну, затыкается И какой-то вот проглюк происходит Это, ребята Я это исправить не смогу Это я таким образом Вот я пишу в три дорожки Звук Для того, чтобы это сраное радио На базах вырезать И момент, когда вот есть завтык Это склейка То есть склейка звука То есть картинка как бы не прерывается Но при этом происходит склейка звука Потому что я В моменты на базах Звук понижаю практически до нуля Чтобы не было авторского права Потому что музыка, играющая в радио Как бы Нихера не была записана вручную Разработчикам Знаете ли В стиле Барда в лесу Нет, это там треки С авторским правом За которые могут тебя Нашпиговать По самому не хочу Поэтому, простите Таких завтыков за серию Бывает штук 10 Там, они меньше секунды длятся Ну, вот такая вот ситуация Ничего, говорится, не поделаешь По-другому не справишь Поэтому тысячи звеньев Просто имейте это в виду Так, вроде бы все Решили А здесь у нас, ребят, находится электро То же самое Берем Ау Бросаем Все Нормально Сработало Сработало Информация доступна для просмотров ПДА В разделе аномалии Сейчас, кстати, я, наверное, почитаем Этот раздел У нас есть У нас реально куча всего интересненького Во-первых, есть отдельно Видите У нас здесь вкладка Это записки фотографа Тут обучение Всякое состояние оружия Открытые раны Лица зоны Ну, то есть Это тех, кого мы фотографировали Сидор Бритый Бригадир Капитан Красавский Жила Генерал Воронин Профессор Сахаров Капитан Полищук Эдик Чисто Чисто Эдик Полковник Петренко Харон Доцент Васильев И пока на этом все По мутантам Тоже излом контролера Плотика Банные слепые собаки История рассказа у костра Которая является здесь чуть ли не сюжетными элементами Следом западло У нас тут уже появилась ветка Мы уже начали собирать первые записки Но особо пока я впариваться в него не буду Как бы Будет, будет Найдем, не найдем Это не особо важная вещь Так Призрачные мыши Идутка крысолова Тоже есть такое Заброшенный завод На который нас чуть не захерачили сверху Отвратительно ужасные твари И цена беспечности Это что такое Расследоваться в зоне на минуту нельзя Вот я тебе скажу Расслабился крышкой Может еще похуже Прочесывали мы на медне один тоннель На подземке около одного Еще выше советского НИИ Со мной пара новичков была А, это какая-то история Которая тоже связана у нас здесь С неким квестом, что ли Но это НИИ Я пока рассчитать это не буду Просто запомню, что есть у нас какой-то квест с НИИ И вот, собственно, новые две аномалии Которые мы зафиксировали Это Студень и Электро Всего их должно быть семь штук Разного вида Которые должны зафиксировать, чтобы сработал наш детектор Я отдал данные и все было хорошо То есть семь штук Будем иметь в виду И вот те самые фотографии, которые я сделал Видите, какие помехи Какое-то здесь излучение шло от базы Из-за чего, собственно говоря, получилось крайне херовое качество Фотоснимок номер один Украинской военной базы В использовательном полигоне На изображении присутствует сильный шум Видимо, влияние аномальной активности Сказывается на качестве фотоматериала Ну и, собственно говоря, вторая фотография Тоже практически плохая Короче, материал весь, который мы фиксируем в игре Он весь у нас потом есть в ПДАшке И, ну, как бы, надо не забывать делать все, просматривать Потому что мало ли что Ладно, заболтались Все, теперь можно точно выдвигаться Ого Сейчас просто был, я не знаю, дикий какой-то пролаг Можно выдвигаться, ребят, на территорию К этому Да что началось-то? Что за пролаги? Я говорю выдвигаться к доктору Болотному Оно пролагивает Алло Можно я пойду к доктору Болотному? Хорошо, игра Не бей меня, пожалуйста, я не буду его трогать Я с ним хочу поговорить Он хороший парень Лечит, как говорится, сталкеров в зоне И мутантов тоже Все? Нормально? Все, выдвигаемся У змеи зашуршали Шшшш Что за странные звуки? Как будто он канистру целую пьет Я ничего не делал сейчас, правда Странная херня Так, ладно, прибыли мы на позицию Деревушка доктора С каким-то непоятным Стоунхендж Здесь еще одна аномалия находится Нового типа Поэтому закидываем сюда Сработала информация При просмотре ФПД в разделе аномалии Тут, кстати, игре Новый мутант бегал Ну, новый для нашего персонажа А где-то вот здесь Я видел прям целую толпу кровососов Как бы не очень приятные ребята Но просто будем иметь в виду У нас с амуницией все очень плохо У меня дохера патронов на дробь То есть, картечи прям очень много То есть, на дробаши Но на все остальное Прям голяк полный Два с два патрона на калаш И на этом, как говорится, все Так, ладно Поехали разговаривать с этим парнягой Что за устройство такое у вас здесь стоит страшное? Ну, что-то забулькало Мне кажется, реально интересно Это огненная аномалия, может быть? Это электро обычное А может быть и необычное Какой-то пролом в земле там находится Блин Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау Аккуратненько Так, ну я не знаю, что это за аппаратура Но, скорее всего, не просто так здесь это построено На громождении Может, в дальнейшем что-то здесь откроется для нас Но пока что мы сюда лезть не станем Так Ага Ну, здравствуйте Здорово! Что привело тебя ко мне? Эм, здравствуйте Я к доктору По очень важному делу Могу его видеть Во, я думал ты ко мне Отремонтировать, что принес А сам-то ты кто будешь? Я фотограф Еще одного человека Возможно, доктор может мне помочь Ну, если доктор вообще Кто хочет с тобой разговаривать Тогда, возможно, это поможет Ладно, проходи Только учти Я буду тут рядом Если вздумаешь дурить Церемониться с тобой не стану Еще запомни Пациентов наших обижать не смей Ну, а если что отремонтировать потребуется Милости прошу Все сделаю в лучшем виде Договорились Давай, пропускай меня Так, это местный ремонтер у нас на локации Хорошо Тот сам парень, который доктор нашел Выходил Он теперь, типа, действительно Он должен, как раз Обязан по гроб жизни Так, а что за пациенты? Ух Если что, это не я Убивал твоих Собратьев по крови На территории Промзона И, как бы Точнее, полигона Это не я Просто, просто знай Ох Как у вас здесь весело-то И бабули И дедули И куча аппаратур А говорят, что он не любит Стандартную, типа, традиционную медицину А нахера Что ему тогда тут Столько телескопов и аппаратов Весело у вас здесь Просто Да Вас тоже приветствую Товарищ болотный доктор И котики тут него И собачки Ну, просто шик Ты, блядь, чё разрешалась На меня Ну, фукуйся Подлюка Я тебя не боюсь Так, здравствуйте, товарищ доктор Приветствую, молодой человек Кто вы и какими судьбами Набрели в наш край Меня зовут фотографом Занесли мне сюда К вам дела Так сказать, на болото Нелегкие Доктор, скажите Я, случайно, не сошел с ума А что случилось? Чё-то я не пойму Что у вас утворится В вашем доме А, вы про моих пациентов Так не стоит пугаться Это обиженные судьбой существа Которые мне помогают Хоть как-то продлить их Немного разумное существование Но ведь это же мутанты Они же опасны, док Опасны, говорите? Не более, чем мы с вами Смею вас заверить Ну как же Они же звери Жестокие и беспощадные Их нужно уничтожить Или они уничтожат нас А вот этого делать не стоит Вначале нужно понять Что послужило причиной Для таких метаморфозов Которые поспособствовали Таким зловещим мутанциям А после этого Решать уже Как не допустить Такого в дальнейшем Слушайте, доктор А как вам удалось Их приручить? Говорят, что вы Колдуна Добавок сумасшедший Ну, молодой человек Не нужно верить Всяким слухам И сплетням Я просто ученый-биолог Я всего лишь следователь жизни Который пытается Жить в гармонии с природой И использует Ее скрытые ресурсы О которых другие Даже не догадываются Понимаете? Да, док Я все понимаю Спасибо за разъяснение Доктор У меня к вам важная дельца Слушаю вас Я знаю Мне ученые из лагеря говорили Что вы не восторгиваете От их присутствия И от их научных работ Но речь идет о человеке По имени Лавров Он пропал неделю назад Говорят, он был близок с вами И вы, возможно Сможете мне помочь узнать Что же с ним случилось Лавров занимался Очень важной научной работой Поэтому необходимо Отыскать его записи С наблюдениями За аномальными эпизонами Эта информация Поможет ученым В разработке Совершенно уникальных Лечебных препаратов Вы же доктор И должны это понимать Лавров был хорошим человеком И занимался он Вовсе не глупыми Научными взысканиями А пытался понять Глубинную суть Природных явлений И цели его были благими Он приходил ко мне Как раз неделю назад И рассказывал Что он находится В шаге от великого открытия Был сильно взволнован Чем-то испуган Собирался идти В одно гиблое место На болотах Говорил, что обнаружил Там необходимые Для его экспериментов Аномальные поля Больше я его не видел Зная вояки Вместе с ученым Пытались искать его Но безрезультатно Так вы считаете Что дальнейшие поиски Бессмысленны? Нет, почему же Просто я к ним Слишком умные и наблюдательные Чтобы на болотах Отыскать хоть что-то Тем более След пропавшего человека А вы, я вижу Совсем другой человек В ваших глазах Есть какая-то природная сила Мне почему-то Хочется вам верить Скажите, для чего И для кого Вы пытаетесь скрыть информацию В экспериментах Лаврова? Врать не буду Информацию нужно Для моего старого знакомого Профессора Сахарова Он на территории Испытательного полигона Своей лабораторией Занимается разработкой Нового лекарственного препарата И Лавров как раз По его заданию Проводил свои исследования А, ну как же Знаю я Сахарова Приходилось с ним общаться Раньше по некоторым Тонким вопросам Мироздания и политики Такой же фанатик Как и все остальные Что рыщут по зоне В поисках Какого-нибудь чуда Но в отличие от большинства Его степления Лишны меркантильности И жажды наживы Он альтруист И в этом его беда Не думаю, что военные Позволят ему Распространить его Инфооткрытие По благо Так и вы Поможете мне В поисках Лаврова-то? Да, но только при условии Что если вам удастся Все-таки Искать информацию Несчастного доцента Вы должны Передавать ее Никому другому Кроме Сахарова Во-вторых Если вы ищете записи Лаврова То прежде чем отдавать их Сахарова Прошу вначале Зайти ко мне Я хотел сначала Досредиться с профессором И вы бы мне В этом сможете помочь Я передам Сахару Личную записку Для вас Но она не должна Попасть в чужие руки Договорились? Да, док Конечно По рукам Гарантирую Полностью Конституциональность Так где мы след Ускать Последнее пристанище Лаврова Следуйте южную часть Болот Там найдете Заброшенный хутор И до там Лавров собирался Проведить свои Последние эксперименты Только будьте Осторожны Болотый человек Как я уже говорил Места там гиблые Не совершайте ошибок Доцента И защититесь Живым и невредимым Уговор Наш не забывайте Я буду ждать вас тут Все понял, док Буду осторожен Так, а что в плане торговли? Опа В плане торговли Дядя имеет Небольшой боезапас Что мне нужно? Наверное Аптечка точно нужна GPS-маячок Мне не нужен Граната за 1400 Обычно тоже нужна Патроны У него 9.19 Есть Куплю Очень даже Нужны эти патрончики Бинты у меня Вроде бы имелись Пока еще все Энергетиков Деда нету Понятно А Я сейчас Сохранюсь На всякий случай Не уверен Что это можно делать Сработало? Да Сработало И вроде как Даже без последствий Фотограф хороший Интересно Кто еще не в курсе Что я в зоне? Да что ты бесишься На информацию Распространили Что ты фотограф Но мы Они-то не знают Зачем мы здесь В зоне Так говорится Занимаемся Но они просто думают Что мы корреспондент А ничего более Так Вот этот парень Вполне возможно Будет одним из друзей Лысого Надо будет не забывать Опа Какая здесь Сейчас находится Плотика А здесь Какой-то ящик С патрончиками Смотрите Давненько ящики Реально не разбивал Может у них Патроны бы были А я что забыл уже Про них Так Южную часть Болот Ну Блин, костюм уже конкретно подознатился, то есть половина от его выносливости пришла в негодность. Нужно будет, конечно, обменяться на что-нибудь хорошее. Не представляю, что можно со сталкерами выменивать шмотки. Вот здесь это, как говорится, в моде. Так, ладно, помчали туда, сейчас туда. Так, это у нас работает на другом менюшке, в калибре. Вот, 9.19, вот они, 200 патронов. Как говорится, жить можно. А это у нас лодьки бегают. А еще здесь и ледки. Мне бы, типа, собачку и хвост ее найти. Очень сидор просил, там уже осталось 4 дня. Это прям проблемка для нас. Пока что не получается заполучить. Собственно, эти хвосты, тихо. Опять что-то забулькало. Ужас. Кстати, кажется, если хорошо поискать на территории болот точки различные, то можно найти все виды аномалий. Странно. Вроде дырка, а огня нету. Я только сейчас понял, что пятачки, куда я вляпываюсь с пси-излучением, это тоже аномалии, которые нужно будет зафиксировать. Это пятачок пси-аномалии. Наверное, если я все правильно понял. То есть в следующий раз, если я увижу кратковременную вспышку в пси-поле, надо будет туда закинуть зонт. Пляха. Ну дурные же, ну дурные плоти. Я вас не трогал. Вот же шибанутый, а. Все, успокоилось. Там, кстати, игра, что есть патроны, какие-то оборота есть. Блин, только что было 200 патронов, осталось уже 130. Здесь прям разрезанная ключа проволока и проход. Как будто с этой территории мы можем куда-то выйти. Хм. Возможно, здесь даже есть проход на корпус миротворческий в дальнейшем. Если это будет так, то я буду только счастлив этому. Так, ладно, поехали смотреть. Надо быть готовым ко всему. Опа, что за аномалия? А я не помню, кстати, я закидывал ли я в такую. По-моему, закидывал уже. Сейчас данные. Журнал, фотографии. Не-не-не, подожди, записки. Аномалии. Трамплин. Аномалия при контакте с ней носит ударные упражнения. Перемь на корпусное поле. Да-да-да, это у нас уже есть. Которая просто взрывается на месте, да. Нам нужна аномалия, которая подкидывает вверх. Все аномалии. Огненная. Это будет 6. И что остается еще? И какая-то еще есть аномалия. Ладно, любом случае, найдем. Так, сказали быть максимально. Предельно аккуратными. Опа. Старые, мать его, друзья, если ошибаюсь, это подрывные зомби. Ай, как я их обожаю. А их здесь еще и несколько. Уф, как хорошо-то. Причем, если я не ошибаюсь, они еще и бессмертные. А нет. Вполне умирают. Странно. А, так он встает. Просто первый, который я так увидел, он как бы подорвался, невзирая на что. Класс. Обожаю этих зомби. Блядь, подорвался один. Тихо-тихо-тихо, ребята. Да ёб вашу. Сказали быть аккуратным, Владиславу. Отпрыгиваю. Отпрыгиваю. Сейчас взорвется. Нет. Бл-бл-бл-бл-бл. Ну взрывайся, давай-давай. Хер с тобой, золотая рыбка. Они вроде не убивают, но при этом носят очень сильную кривоточку, которую... Бинтами нельзя снять? Ёлки-палки, я только что просрал сейчас все бинты, чтобы загладить их удары этой кровоточки. Обалдеть. Плюс, падла, они взрываются с концами, ты не можешь потом от них ничего забрать. То есть никаких следов не провести, ничего. Засранцы. Да, здорово ты вы, доцент. Похоже, у тебя не было шансов при встрече с этими милыми зверушками. Так, ну вот мы и нашли, получается, того самого дядьку. Фотографировать его вроде нельзя. Доцент Лавров. Берета, патроны и ПДА Лаврова. И он хранит собесценность для науки информация под наблюдением и изучением аномальных пси-зон, возможное проведение в них процессов синтеза кристаллов. У тебя существа повсюду лезут ко мне. Все летит чертям собачьим, черт возьми. Что это, я не могу определить, где я нахожусь. Что происходит? Кругом эти непонятные существа. Я их почти не вижу. У меня кончаются патроны. Это еще что за звуки? Мне почему-то казалось, что Лавров какой-то, ну, будет дядька взрослый. Оказалось, что это реально доцент. Какой-то прям парняга был прям. Ну, то есть молодой-молодой. Занимался вот такими спланиями, ничего не боялся, видите, по итогу вот склеился. Так, ну, нам попросили первостепенно доставить этот ПДА сначала доктору Болотному, а уже после нести, как говорится, ученым. Причем сказали напрямую нести не Круглову, а напрямую нести Сахарову. То есть, наверное, мы так и сделали, раз нас попросили. А еще вот здесь находится огненная аномалия. Сейчас мы сделаем себе одну вещь, очень важную. Есть, есть контакт. Аномальку зафиксировали. Так, вот в ту заснежную я уже вроде бы закидывал свой зонд. Повторно она мне не нужна. То есть 4 из 7 есть, осталась еще ПСИ-зона и парочку гравийных, которые отличаются. Это самое сложное. Ну, понятно, отличить, так сказать, стандартную, которая подкидывает вверх, все, это будет довольно просто. То есть есть ударная волна, есть та, которая поднимает объект вверх. Вот она мне сейчас будет очень даже нужна. Это 5. Сезона 6. А вот одна я пока даже не подозреваю, какая. Ну, наверное, по ходу дела мы узнаем. Так, ладно, помчали мы, наверное, сейчас за доктору Болотному. Что нам еще, в принципе, делать? Логично? Логично. Открыл свой ПДА и понял, что я немножечко обсчитался. Математика, математика, сложная наука. Мы же находили еще Снежку, которую я не посчитал. Получается, у нас уже их 5. Осталось ПСИ-зона и осталось... Почему-то описано, что это трамплин, но это не трамплин. Это воронка или как-то так называется. Трамплин это тот, который поднимает нахрен вверх объект. Вот мне осталось найти стандартный трамплин. И найти, собственно, ПСИ-зон и все. И на этом наука, как говорится, закончится. Так, ладно. Доктор, я прибыл. Да, здравствуйте, товарищ доктор. Нашел я ПДА, собственно, доцента. Лаврова. А вас, случайно, часть тела мутантов не интересует? Очень даже интересует. Могу предложить бартер. Доктор, ты мне приносишь часть тела монстра, только учсти. Беру части оптом по 5-10 штук, в зависимости от вида мутантов. А я тебе за это аптечки патроны даю. Опа! Нихера себе, у меня кое-что есть. Блин! А я все продал на входе! Вот кому можно обменивать часть тела мутантов. Так, ну будем знать. Доктор, нашел тело доцента Лаврова. И что же с этим часом не произошло? Хотя я, в принципе, догадываюсь. Там на этом хуторе я повстречал каких-то тварей, которые будто из-под воды возникли. Что самое дейтельное, эти гады практически невидимы. Еле справился с ними. А еще такое ощущение, что вместо крови у них то ли кислота какая-то, то ли еще какое-то ядовитое. Тихо, я пропустил текст, потерялся! Где я был? А, вот. То ли кислота, то ли что-то ядовитое. Если бы раньше о таком рассказали, не поверил бы. Видимо, эти гады болотные убили Лаврова. Да, с ней до новых пор в этих местах начали прогрессировать совершенно не объяснимые формы аутации. А то, с чем вам довелось столкнуться, это водяные, болотные призраки. Откуда они взялись, мне до сих пор не ясно. Загадок с каждым днем в этих местах становится все больше. Болодой человек, ну а что же, удалось ли вам найти в вещах безвременно ушедшего из этой бредной жизни доцента какую-нибудь важную информацию о результатах его работы? Да, я нашел и забрал его ПДА по листавнинской записи, ничего толком не понял, но это явно ценные данные для Сахарова. Лавров явно был человеком очень эпидантичным и аккуратным, поэтому вся информация строго систематизирована. Думаю, Сахаров будет доволен. Хорошо, я рад, что такая важная работа не конет в лету. Надеюсь, вы помните о нашем уговоре, чтобы эту информацию передать лично профессору из рук в руки. Да, конечно, об этом можете не беспокоиться. Ну и прошу вас выполнить второй пункт нашего договора. Я подготовил для Сахарова небольшую записку. Передайте ему при встрече, он все поймет. Надеюсь, что скоро мы с вами увидимся. Возьмите письмо и до встречи. Как выйти с болота на полигон, думаю, с вами вам Сахаров показал. Да, по дороге я знаю, доктор. Давайте ваше письмо передам в целостности с Харнести. Можете не волноваться. Так, то есть тут у нас есть небольшое ответвление. Я могу провалить сейчас ветку с нашим потрясающим... Кстати, это не считается аномалией? Или это просто типа лютое растение? Вряд ли считается аномалией. Ладно, не суть. Здесь сейчас приходит у нас небольшое ответвление. То есть, наверное, я могу завалить сюжетную ветку, сюжетную арку с доктором Болотным. Хотим отнести Круглику... Точнее, не Круглику, а Васильеву. Васильеву отнести, получается, данные эти. И что-то из этого получить, наверное, от ученых. А может и не получить. Может быть окажется, что Васильев плохой предатель. Вообще, конечно, фамилия не очень хорошая. Этот парень, который вроде как предал призрака в дальнейшем. Но это мы точно знать не знаем. Вот. Получается, несем напрямую сейчас Сахарову. Именно идем по этой ветке. По хорошей. Нас попросили. Мы делаем. Уж ломать отношения с таким великим человеком и знаменитым. Ну, честно говоря, мне бы не хотелось. А еще мне бы не хотелось, чтобы здесь были ребята из результата контролера, которые были на входе. Если он там по новой появился, это будет прям беда, проблема, от которой я сейчас буду страдать. Но будем верить в худшее. А, ну могу предположить, что тут реально был трамплин. Просто он немножечко не так активировался, как я привык. А вот это, походу, нужная мне воронка. Еще один из типов. Так, ну вроде на поясе. Не докинул. Иди сюда, родной. 5-5 стало, да? Блин. С этой аномалией нужно просто аккуратно. Оп, сработало, да. Осталось у нас псиполя, получается. И все. И я завершил. Блин, это здесь я вляпывался, кстати говоря, в псиполя, только не помню. Кстати, а не ухоронно ли это было здесь? А ну пойду, поищу. Ну, как говорится, помнит. Помнит мой мозг. Я такие вещи не забываю. Вот она, вот она, родная. Я стою в ней, я достаю прибор. Я кидаю. Нет? А, подождите. Нахожусь в опасной сезоне. Ну-ка, еще раз. Нет, не срабатывает. Блин, я почему-то был убежден, что я сейчас буду прав, и что последняя аномалия, которая осталась, это будет сезона. Я вот нахожусь в ней, а прибор не срабатывает. Ну, блин, я попытался. Получается, что это не она, к сожалению. Блин, это странно. Какая еще аномалия осталась? Из тех, что я не видел. Нормально въехал в аномалию огненную. Тачка на половину, кстати, развалилась уже. Мне сказали, оставить ее осталось из хранности. Это не очень, как бы, хорошо. Но что поделать? Так, тихо, заглуши мотор. Блин, я тебе реально думаю, какая же осталась последняя аномалия. Если это не пси-зона, то есть осталась реально последняя. Мы нашли 6 из 7. Такое себе. Прям в закат. Красивый, яркий. Заходим сейчас за базу. Я, кстати, сейчас подумал, для чего вообще разработчик расставил это радио вонющее по всем точкам. Мне кажется, есть предположение. Потому что тема не для атмосферы, ибо музыка там играет вообще не в тему под персонажей. Есть предположение, что это сделано для того, чтобы ты не терял сюжетных персов. То есть ты как бы идешь в персов. Не те персы, которые осаждали Грецию. Не-не-не. Я про персонажей, в смысле, в целом. Возможно, для того, что если ты теряешь место, где находится сюжетный персонаж, то, что по орущей музыке на полкарте можешь разобраться, где это, собственно, происходит. Так, мне к Сахарычу надо сейчас еще будет петля начать закупиться патронами. Потому что просто голяк невероятный, прям от слова, совсем. Так, товарищ. Как успехи? А, все прекрасно. Вот я, профессор. Ну, не томите же, мой мальчик. Как и в результате вашего визита на болото. А, Лавров мертв. Направился на каких-то незвестных науки мутантов на юге болот. Его труп я отыскал. В вещах доцента нашел его ПДА. Там очень много сейсминсированной научной информации. Я, конечно, ничего в этом не разбираю, что написано. Но, думаю, вы разберетесь. Ах, как жаль Лаврова. Я до последнего надеялся, что он жив. Ну что ж, такая, видна его судьба. Без такой специалисты нам будет сложно дальше развивать наши разработки. Ну да ладно. Давайте же скорее у ПДА. Я думаю, вам не помешало бы сейчас подкрепиться. Я тут кое-что для вас приготовил. Я должен, соответственно, изучить данные последних экспериментов Лаврова. А потом мы с вами обязательно поговорим обо всем этом. Для вас наверняка будет очень интересна эта необычная работа. Спасибо за профессию, профессор. А сколько времени вам нужно для изучения данных с ПДА погибшего? Ну, я думаю, час-два, чтобы проверить и сопоставить все свежие данные. А потом и ко мне обязательно зайдите, поговорим. Как у меня все подготовлено, я вам сразу отправлю сообщение на ПДА. Да, еще по нашим данным, скоро ждается небольшой выброс, поэтому постарайтесь не оказаться на открытой местности в момент его начала. В этих местах выбросы не такие сильные, как в глубине зоны, но тем не менее. Длительное нахождение на открытом воздухе в момент выброса аномальной энергии может казаться смертельным. Хорошо, что вы опередили меня на предстоящем выбросе, профессор. Буду осторожен. Очень не хочется превратиться в зомби. Как уверен, сообщение обязательно взгляну к вам. Вот, держите ПДА, Лаврова. Так, получили сардины, еду, ну, по мелочи. И, профессор, тут еще кое-то для вас есть. Кстати, а ну секунду, я сам просто записку не читал, потому что что-то интересненькое в записке. Не, она, зашифрованное письмо. Я понял. А что такое? Вам письмо от одного человека? Догадываетесь, от кого? Нет, и от кого же. Он что-нибудь говорит имя? Болотный доктор. Да, конечно, очень необычный, странный человек, хотя, признаться, весьма образованный и мудрый. А что, вы встретили его на болотах? Да меня к вашему... к ваш коллега Васильев направил. Лавров в последнее время был весьма близок с доктором, и Васильев посоветовал обратиться к нему по поводу поисков доцента. Так и познакомился с болотным лекарем. Действительно, очень интересная личность. Я там помог в итоге дыскать место, где я нашел труп Лаврова. А, вот оно что. Понятно. Я не знал, что доктор снова на болотах объявился. Мне про него Васильев ничего не говорил. Ладно, давайте, что там за послание он мне передал. Посмотрю на досуге. Вот, держите письмо от доктора, а я пока пойду по своим делам. До встречи. Какая-то страшная музыка заиграла. Мне самому осталось страшно на мгновение. Чего за жесть происходит? А может, не так страшно нагненять музыку? Все покраснело. Походу, реально выброс будет. Так, ну пару часиков мы, наверное, поспим здесь. Даже можно побольше поспать часиков в 8 до утра. Потому что ночью не люблю я здесь скитаться. Подходи, раз пришел. Подошел, раз пришел. Так, по амуниции. На калаш нужны патроны. Все, блин, нужно. А оно стоит-то охереть. За пачку 1200. Уф. Уф-уф-уф. Вот вам и получается-то. Все не так-то просто. Так, 9.19, кстати, гораздо дешевле калибр. Слушайте, калаш получается очень дорогого в использовании. А вот этот тихарь копеечный денег стоит. Потому что 9.19 прям патроны, которые, ну, нормально. 12.7 калибр. Это на крупнокалиберные снайперские винтовки. У нас таких пока что нету и не предвидится. Блин, ну, закуплюсь, наверное, пока вот так. Вот на калаш ничего брать не буду. Ибо по деньгам... Опа! А вот и выброс пошел. Первый в зоне. Здравствуйте. А можно я сейчас резко лягу спать, как бы, и не застану выброс? Я не хочу, как говорится, попасть в это пси-влияние и откинуться. Я думаю, самое то будет сейчас реально лечь спать. Пропустим супервыброс во сне. Я думаю, это нормальное действие. Сейчас заховаемся в туалете. Ой, ты что, нычка нет, это какашка. Ладно. Ну что, спокойной ночи, получается? Так, ну что, утро наступило, собственно говоря. Два момента, которые я понял. Во-первых, варе вырос и спать нельзя. Я не успел заснуть, поэтому ждать реальное время. Это было довольно, на самом деле, интересно, как по карте сбегали из всех вышек сталкера именно в эту базу. Так что мы пережили, вроде все нормально. Второй момент ряда я потом, собственно, и опять поспал, для того, чтобы это сахарова сообщение. И понял, что сны записывать тоже не стоит рисковать. Там сейчас был контент, кадры из фильма сталкера. Тарковского, так что авторское право привет. Мы, как говорится, тебя ждем. Так, ладно, поспали. Вроде Сахаров доложил, что... Адем. Подожди. Не понял. А, тут промазал комнатой. Простите, профессор. Так бывает. Я получил, что сообщение, есть какие-то же новости для меня. Да, мой мальчик. Надеюсь, маленький выброс не причинил вам никаких неудобств. Я проанализировал все последние данные полевых экспериментов Лавровой. С полной уверенностью могу заверить, что мы на грани величайшего открытия. Все наблюдения и выводы доцента Лаврова просто гениальны. Какого человека потеряли, а? Какого человека? Насчет выброса я не предполагал, что это такое. Теперь знаю. Ух, красиво и страшно временно. А что же там получилось у вас, профессор? А получается, фотограф вполне стройная закономерная система работы аномальных в сезон, в зависимости от их видов и определенных соответствующих данным зонам. Редные системы кристаллов. Как мы предполагали ранее, возможность проводить успешные преобразования кристаллов в этих аномальных природных зонах – это реальность. Стабильность останавливающих и защитных свойств, получаемые в абсолютах, подтверждается экспериментами Лаврова. Оказывается, существует не только возможность проводить процессы преобразования с участием двух кристаллов, получая при этом абсолюты, но и впоследствии из двух соответствующих определенных зонам абсолютов можно получить еще более мощные минералы. Лавров назвал эти минералы второго порядка талисманами. Сходя из его наблюдений, эти талисманы обладают не только восстанавливающими, но и серьезными защитными свойствами для гризиса человека. А еще Лавров был уверен, что это не последняя фаза преобразования, и он полагал, что наверняка талисманы также могут быть преобразованы во что-то еще более мощное и уникальное. Он даже придумал название этому веществу – оберег, но, к сожалению, так и не смог получить ни одного опытного образца. Видимо, для получения оберега нужно что-то другое или комбинация ингредиентов более сложная и состоит из каких-то пока неизвестных нам составляющих. А может быть, перед самой своей гибель Лавров как раз-таки открыл способ получения оберегов. Этого мы уже, наверное, никогда не узнаем. Ну, получается, что у вас теперь есть необходимые данные для разрешения вашей работы. К сожалению, все так просто, мой мальчик. Для завершения работы о проведении всех необходимых опытов, нам не хватает данных о рецептах преобразования в различных пси-зонах, не хватает сведений о принадлежности тех или иных кристаллов к определенным зонам, нет полных сведений об отличительных особенностях этих самых пси-зон. Я хотел обратиться к вам за помощью в этом вопросе. Как я понял, планируете заниматься исследованием и сбор информации о зоне для своего репортажа. Так почему бы вам, параллельно, с основной работой не осуществить некоторые несложные опытные эксперименты? Речь идет о том, чтобы вы находили на просторе зоны учреждения всевозможные кристаллы, коих тут, как я вижу, из описок Лаврова достаточно много, а также, если на вашем пути будут учатся необычные аномальные зоны с пси-активностью, вы попытаетесь провести там процесс преобразования путем подбора ингредиентов. Всю известную на сегодняшний день информацию, добытую Лавровым, я вам сообщу на ПДА. Я настрою его таким образом, чтобы все полученные цепты преобразования автоматически заносили в специальные разделы вашего ПДА. Потом вы перетадите найденные рецепты мне, и мы сможем качественно завершить эту большую и очень нужную работу. Разумеется, эта работа очень сильно оплачена. Очень щедрый мой мальчик, и это я вам обещаю. Ну что скажете? Ну хорошо, профессор, я согласен. Постараюсь вам помочь. Давайте скидывайте все, что у вас есть, и вернемся к этому вопросу. Так, в ПДА... Обязательно, мой мальчик, знакомьтесь потом внимательно с данными, полученными от доцента Лаврова, которые я вам скинул на ваш ПДА. А сейчас послушайте меня очень внимательно. Я вам сообщу важные сведения относительно данного задания. Так, ну я слушаю вас внимательно. Первое создание будет включаться в поиске активации четырех видов в сезон первого порядка. Для этого потребуется собрать необходимые ингредиенты и кристаллы, которые наверняка теперь вам нетрудно будет найти после того, как после выброса. Как пишет Лавров, скорее всего, именно выбросы выступают специализаторами рождения кристаллов. Скорее, кристаллы следуют в гнезинах, оврагах, короче, местах, где нет большого скопления кустов, деревьев и громоздких строений. Параллельно с этим, обращайте внимание на возможные очаги аномальной психиактивности и запоминайте их местоположение. Возможно, это последствие кажется именно та временно спящая в сезонах, в которой возможно провести процесс преобразования. Имея в наличии два соответствующих кристалла, по факту нахождения вами всех четырех видов аномальных психиактивностей первого порядка и приведения в них успешных преобразований с получением соответствующих минералов-абсолютов, возвращайтесь ко мне. Достаточно провести хотя бы одну успешную реакцию синтеза в каждой из четырех найденных вами психиактивностей. Все понятно, профессор. Попробую вам помочь, хотя дело не простое. Домой мальчик, если бы это было простое дело, то мы бы своими силами справились, а вас, видимо, сам Бог послал. В последнее время многие диггеры находят различные кристаллы, не понимая их значения. Несколько раз мне уже приносили камушки местные ребята, но эти искатели всего лишь любители и далеко от своих лагерей не отходят, соответственно, не могут найти всех нужных видов. Так что на вас вся надежда, мой друг. Да, еще забыл вам сказать, что аномальные сезоны обладают негативным влиянием на здоровье, особенно в момент проведения самого процесса преобразования, поэтому нельзя оставаться в антреи и о них слишком долго. У лавров был специально защитный шлем, позволяющий продлить все преобразования в таких зонах до 10 минут, но, как я понял, шлема при нем вы не обнаружили. Поэтому будьте внимательны и не находитесь внутри аномальных зон слишком долго. Хорошо, профессор. Буду осторожен. До встречи. Так, мне нужна работа. Принести минерал Абсолют. Так, подождите. Да нет, ничего, в другой раз. Я беру у него сразу, собственно, все работы. Уникальный костюм. Опа. У нас к вам дело. Мы тут недавно наняли одного Диггера, чтобы он проник внутрь одной подземной лаборатории. Еще тогда я заметил его необычный костюм. Он ощутимо отдавал теплом и какой-то сильной энергии. Диггер говорил, что этот костюм позволит его блатеру перенестить повышенный вес. А туда, откуда он его взял, непонятно. В общем-то, я смельчак не вернулся из лаборатории. Но вы не подумайте, мы тут ни при чем. И костюм его до сих пор, наверное, там лежит. Я бы с удовольствием получил его для изучения. Ну что ж, если вам удастся приедать в лабораторию Х-10... Х-10? Так, а сейчас тело снорка, кстати говоря, тоже халявка, но, к сожалению, снорки далеко от нас. Х-10? В смысле, выжигатель мозгов, что ли? Ох, много ж мы инфипа на получили. Так, кстати, сейчас пойду на всякий случай переговорю с Воронином. Здравствуй, брат. Что-то есть у него? Говори, зачем пришел. Чтоб не было потом вопросов. Так, транспорт, задания, новой работы нету. Все, я понял тебе вопрос. Как говорится, решен окончательно. Давайте смотреть, что мы, собственно говоря, получили. Те псизоны, которые я и видел, будут нам нужны в дальнейшем для преобразования. Чтобы делать преобразование, сначала нужны артефакты. Ну, типа кристаллы, которые нужно будет находить после выбросов. Одна псизона находится возле Харона, точная вторая находится точно псизона на заводе, возле места, где был контролер. И еще где-то была псизонка. На корпусе миротворческом. Как минимум три... По-моему, здесь как раз-таки наверху где-то была. На вот этом отшибе я забегал, пробегал и попадал в нее. Как минимум три точки я знаю. Даже четыре! На кладбище тоже псизона довольно лютая. То есть, в принципе, я знаю все нужные псизоны. Осталось только найти эти самые артефактики. Блин, квестов, конечно, подобрал, попытаюсь их разгребсти. Уникальный костюм 7 дней до Х10. Я, конечно, попробую, но... Надеюсь, они не портят здесь репутацию. Это же вроде не НЛС-7, поэтому как бы никаких проблем быть не должно. Проведить преобразование. Но это для начала надо будет найти для преобразования нужные вещи. Модернизировать фотокамеру. Мы не добрались до бара еще. На хвост собаки. Часть тела снорка. Абсолют. Найти мудрой памяти. Так, ну и по сюжету из основного. Собственно, сейчас нам предлагают пойти к Брауну. Скорее всего, после этого нам дадут доступ к проходу. Опа, это дохлые вороны, что ли, является? Могу подобрать? Мне осталось только воробья подстрелить. Целов, хренов. Я подобрал готовую ворону. После выбраться попадали. Ну, как бы это весело. Так, слушайте. То есть, наверное, скорее всего, после похода к Брауну мы получим прямой проход дальше, на свалку. То есть, отсюда мы на какое-то время убежим. Не знаю, хорошо это или плохо. Просто на этой территории очень много НИЗИТ. Надо сейчас, наверное, по пути побегать, поискать те самые кристаллы. Я думаю, они просто валяются, как артефакты. Еще бы если они подсвечивались, было бы неплохо. Сказал, в местах, где нету кустов, ищите после выброса. Блин, кстати, 8 утра, вроде даже 9 темно. Блин, прям вот, хоть глаз выколи. Ладно, поехали тогда сейчас на переход. По пути что-нибудь замечу, то замечу. Если нет, то, ну, как говорится, нет. Все очень просто. А, двигатель. Вот так-то. Дом, милый дом. Так, лучший двигатель. Я, ребят, с острого пути нашел один кристальчик. Как ни странно, он был возле ПСИ-зона. Может, какая-то связь в этом имеется. Может, просто случайность. Вот там, как раз-таки, возле кладбища я нашел синий кристалл. Буквально один. А нужно, вроде как, два разных. Синий и зеленый. Для того, чтобы произвести ту самую вот это вот слияние. Почему надо произвести в каждой из четырех зон? То есть, минимум, если не ошибаться, нужно таки найти. Будет 8, получается. И теперь машина, как говорится, это мой враг, а не друг. Потому что, ну, сдалека свечение крайне слабое было в кустах. Как бы, прям такое искать. Ну, придется именно вот вручную. Придется бегать. Так, ладно, товарищ Браун. Тревога приметила не так давно кучу братков. Ротань докладывает. Она докладывает о братках в базе братков. Как ни странно. Так. Приветствую полковник. Ну что, фотограф, какие дела? Поговорила с Воронином. Говорит, что прежний маршрут в лес стал недоступен. Известный относительно безопасный путь в аномаль лес, возможно, только с территории промзоны. Так что, получается, что мне, по-любому, нужно идти в промзону. Кстати, что там с вашей разведгруппой? Группа вернулась. Переход вроде бы есть, но весь маршрут они разведать так и не смогли. Говорят, что каким-то странным образом их зона водила как бы по кругу, и в итоге они вернулись назад на блокпост. Так и не дойдя до свалки. Так что дело принимает довольно рисковый и неприятный оборот. Придется тебе надеяться только над свою интуицию и удачу. Я тебе довыдан спецпропуск на наш северный блокпост. Передаю вашему командиру и тебя пропустят через ворота. Началом перехода в промзоны является старая дорога, которая ведет на северный блокпоста. Дальше ли, собственно. Можете выдастся отыскать тропинку, хотя я теперь сильно сомневаюсь, что свободный переход в промзону доступен. На самом деле мне Воронин дал наводку на одного старого диггера-ошельника. Я его отыскал на полигоне. Очень странный и подозрительный тип. Возможно, именно к нему и пробирался агент, которого уничтожил здесь недавно. Этот тот самый диггер за одну небольшую услугу отметил мне на карте тропу на промзону. Так что с переходом все нормально. Уточните мою задачу для операции мышеловка. Я выдвигаюсь в путь. А насчет отшельника я не стал ему сразу высказывать свое подозрение. Потому что сначала следует осторожно к нему присмотреться и выяснить, кто он такой на самом деле. А уж потом что-то предпринимать. Тем более, что Харон просил меня отвезти в промзонную посылку в небольшом запаянном контейнере для какого-то Лукаша. Этот Лукаш, по словам Харона, собрал на промзоне ряд из дезертиров. Возможно, удастся что-то выяснить про этого странного диггера. А, про обшельника интересные сведения. Не слышал никогда раньше кличку Харон. Ты все правильно сделал, что не искал по зрительности при первой встрече с ним. Ты должен действовать хитро и осторожно. Я попробую по своим каналам что-нибудь про него разузнать. Очень хорошо, что рисковать тебе с аномалией не придется во время перехода на свалку. В принципе, в общих чертах я тебе все объяснил. Если еще раз коротко, то тебе нужно выйти на след группы наемников, которые должны в ближайшее время осуществить высадку в промзоне и двинуться на встречу второй группе, которая высадится чуть позже в аномальном лесу. Ему нужно найти начало тропы, ведущей из промзоны в лес. Затем тихо и незаметно проследить, когда наемники подойдут к точке перехода. Главное не допустить их, не вспомнить их раньше времени, чтобы они не успели предупредить вторую группу. После обнаружения первой группы точки перехода, эту группу необходимо обезвредить. Главное забрать ОПДА и узнать маршрут их перехода в лес и место встречи с двух группой наемников в самом аномальном лесу. Далее перейти на найденный маршрут в лесу и дождаться в укрытии, когда на место встречи подойдет вторая группа и уничтожить ее тоже, забрав у главаря этой группы его ОПДА. Там должны быть очень важные сведения об операции мышеловка. Вспугнуть раньше времени вторую группу тоже недоступно. Они должны успеть предупредить о провале операции. После совершения этого этапа тебя буду ждать на полигоне, на территории российской базы мой связной. Через него перейдешь в свежие данные и получишь дальнейшие инструкции. Все понятно. Да, мне все, Стополковник. А почему через связного, а не напрямую вам? Потому что вскоре я отлучусь на некоторое неправильное время. Куда-то чем сказать не могу. Дело секретное. Так что только через связного можно будет ждать всю информацию и получить от меня дальнейшие инструкции. Да, и еще. Есть сведения, что в промзоне вместе с первой группой высадится еще одна группа наемников. Группа отвлекающего действия. Что это за группа и как она будет действовать, неизвестно. Так что повнимательнее там. Не норовить нашольную пулю. Я тебе подготовил кое-что для операции. Аптечка, менты, автоматическая ментовка М-16 и патроны к ней. Хорошо, Полковник. Давайте снаряжение. Я пойду. Наконец-то. Наконец-таки. Нихера себе настоящая. Это не туда-сюда. Это прям... Ой, патроны, кстати, недорогие. Забираю все. Ой-ой-ой, какую цац он нам подогнал. Просто посмотрите. Я ж ты ж мышь. Она еще и с прицелом. М-16А1 Брэк Рэй Файл. С интегрированным прицелом. Уф. Май, ну я просто готов теперь ко всему. Патронов дохрена дождались. Я прям ждал, что он мне даст эту винтовочку. Я вот прям вот был в ожидании. Ребята, я оказался прав. Так, ну че. Слушайте, операция, конечно, из-за разряда Крепкого Орешка. Потому что куча спецгрупп. Спецгруппа наемников, которая отвлекает. Две спецгруппы, которые должны соединиться. И все это я должен предвидеть, разузнать, предотвратить. Еще и в одно рыло. Это, короче, опасная дельца. Но мы за этим сюда и пришли. Мы ж не совсем фотограф. Да, мы военный корреспондент. Так что давайте, говорит, сажимся поудобнее. И начинаем переход на свалку. Так, ну вроде бы это самое местечко. Тут, кстати, можно было походить, что-нибудь поискать в плане кристаллов. Но что-то мне так лень. Еще, конечно, по-хорошему надо было зайти, сдать фотографии. Получить деньги. Потому что у нас теперь 0 рублей. Просто вот реально 0. Неприятно. А еще можно было занести фотографии лысому. Но, наверное, не буду это делать пока. 10 тысяч несерьезно. Подождем более каких-то серьезных сумм. Ну все, поехали. Так. Тихо, тихо, тихо. Ребята, ребята, здравия желаю. Вот мой пропуск. Все, можем проходить. Я понял. Спасибо. Спасибо, что не пришли. У меня даже дешевле патронов, чем у предыдущего полковника, майора. Тут автоматическая система какого-то залпового огня. Едите, колотит шестольный пулемет. Ну это как бы серьезная точка, я вам скажу. Не хухры-мухры. Так. Какие-то здания тут есть у кого-то, ребята? Кто-то тут есть за старшова? Или вы просто охраните позицию и на этом все? Тарасич командир. Это просто иностранец. То есть просто какая-то иностранная группа, которая занимается здесь зачисткой. Так, я могу это поразбивать? Ага. И ни черта не выпало. Ну, я зато это сделал, кажется, чтобы потешить немножечко свое... Или этот, как его... Это сказать эго, но не эго, а свое любопытство. Вот. Именно это словечко. Так, ладно. Переход вроде бы здесь. Ну, свалка, жди меня. Найти Лукаша. Вот, смпл это задание сразу после перехода. Так, ну это старая билдовая... Тихо, блядь. Эти вороны всирающие. Старая билдовая свалка. Тут сейчас со старта будет у нас сразу некая база. Можно центрировать карту по мне? Спасибо. Уф. Собственно, убить раз парня. Убить два парня. Собственно, вот он сам Лукаш. У меня здесь заданий. Ух, хоть отбавляй. Будем сейчас фармить деньги на этих бандитах. Я так понимаю, это именно бандиты. Прям исконно вот бандитские бандиты, которые, ну, должны будут... А, ну я понял. Сразу полетело. Уф. Ладно. Может быть, с этими бандитами будет немножечко тяжелее, чем я подумал. Тихо, 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 тихо. Патроны кончились. Блин, двадцати патрон, как это единственное минус этой винтовки. Не вижу парня. А он здесь. Что? Так где ты? Все, положил. Фу, блин. Что, довольно напряженная баталия получилась с этими ребятами? Да, это бандиты. Темка костет. То есть, можно валить без разбору. Эти ребята для нас враги изначально. Хотим мы это или нет? Это прямо, как говорится, уголовники. Опа. Так, ну, наверное, обычные калаши будут просто выкидывать. Броня 3 килограмма. Нахер мне всралась? Нам бы что-нибудь более ценное найти. Патроны, в принципе, нужны. А с другой стороны... Опа, тайник в тоннеле. Бандитская куртка. Кстати говоря, вот у него патроны нужного мне калибра. Эту штучку можно разрядить. А, нет, нельзя. Блин, сидели так у костра. Прям компактненько. Бензинчик здесь, если что, буду иметь в виду. На будущее. А, вот он, наш дядя-лидер. Коричневый бандитский плащ. Ну, можно взять, почему бы и нет. Вдруг покатит. У него спас был, Франки. По-моему, если не ошибаюсь, спас стреляет без перезарядки. Потому что предыдущие драмашки, которые мне дали, это, собственно говоря, оба. Что камп-дефендер, что вот это вот Нуринко. Да-да-да-да-да. То, что надо. То, что доктор прописал. Так, теперь у меня вес. Хеклер-Кох. Плохой. До свидания. Все равно перегруз. Но тогда плащ прости. Тогда плащик прости. Так. Что за звуки странные? Какие-то полуптички. Что это щебечет? А это считается аномалией, которую нужно зарегистрировать? Нет, походу нет. Скорее всего нет. Скорее всего нет. Так, ну все. Первый, первый, как говорится, первый баталья была принято. Первая стычка с бандитами на территории свалки. С горем пополам мы ее приняли достойно. Я бы сказал так. Так, ну я, говорит, смех пройти мимо этого местечка. Потому что я видел его в одном из снов игровых. Поэтому решил проверить это место так же, как Мертвый Город. Вот эту вот груду металла и старые свалки я реально в одном из снов игровых видел. И здесь находится, собственно говоря, тайник этого деда западло. Высоко ты залез, молочи, да только пусто тут зря корячился. Искать нужно еще выше. Когда-нибудь шею себе свернешь. Альпинист, хренов. С любовью, твой дед западло. Вторая записка найдена. Но впереди еще много всего. И записок, которых я, к сожалению, не знаю, где находится. Знаю только, что у меня были сновидения про Мертвый Город. Но до него еще, ого, как далеко. Поэтому вряд ли это что-то прям очень быстрое. Но по пути будем искать. Получится, получится. Кстати, тайник, который мы находили, он прямо здесь, с этого бандита. Опа, дождик пошел. Какая-то аномалия странная. Вроде вижу, вроде нет ее. Так, аккуратно. Сейчас посмотрим, что у нас там хранилось у этого бандита. Что он там такого припрятал. Опа. Это аномалия или костер здесь горит чей-то? А это первая в игре радиационная зона, кстати говоря. До этого я никогда еще не хапал радиацию. С почином, так сказать. Так, ну, такой. Средний, так сказать, презентабельности. Продумать теперь перегруз небольшой. Что бы сделать? Непонятно. Что бы из этого выкинуть? Микроузи. Беретку может скинуть. Все равно перегруз. Радиация подтапливает. Две вороны тоже, кстати. Вот эти подашки дохера весят. Не значит с ним делать. Вроде как можно, наверное, продать их. По 300 грамм каждый. Водки тоже слишком дохера. Столичная. Половина бутылки. Простите, нахрен. Еще на половину бутылки. Так. Чего у нас впереди? Там находится этот бандюк, которого надо бы сейчас снести аккуратно, красиво. Блин, вроде иду сейчас 10.54. Сейчас утро. Наконец-таки! Псевдопесик и кристальчики здесь в овраге. Куча кристаллов в этом овраге. Хвостик есть? Хвостик. Иди сюда. Здесь просто... О, мне перегруз пылся. Блин, надо что-то выкидывать. Так, этот рабаш мне не особо нравился. Это все за собака. Походу, до свидания, я ему говорю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ух, бляха, радиации-то здесь капанул. Тут просто куча кристаллов. Я так понимаю, надо будет просто методом тыка что-то из них скрещивать. Что-то из них, скорее всего, покатит нам, ну, в правильный формат. Так, вот там еще кристальчик находится. Надо сейчас пособирать здесь все, что есть. Ну, сейчас нахватаюсь. Я понимаю, что сейчас нахватаешься, но это не проблема, у нас есть антират. Тихо, блин. Нужно уже, чтобы фонит здесь. Так, 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 тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фонит-то, фонит, но здесь как бы помимо фона есть еще и куча артефактов. Точнее, кристаллов, которые мне очень нужны. Так. Видите, вроде умираю, они очень-то и быстро. Я бы сказал, терпимо. Что, все, больше нет здесь кристальчиков? Вот это хороший, это хороший овраг. Так, научная аптечка, иди сюда, родная. Ну, вроде бы я больше не вижу, хотя, возможно, здесь есть еще кристальчики. Но мы только что по-насобирали целую комбинацию нужных. Блин, я вот не знаю, вряд ли, наверное, получится методом тыка нужные зоны найти, нужные зоны собрать. Поэтому, тут прям я по-честному скажу, буду гуглить. Вроде как есть и видосы, и целые карты этих зон, где надо что переплавлять, какого цвета. Поэтому будем иметь в виду. Кристалл, 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 кристалл. Блин, они еще весят неплохо. Но этим я буду заниматься чуть попозже, потому что это такая... Это одна из важнейших составляющих фотографа. Вот эти вот варки кристаллов и так далее, но... Я буду, наверное, заниматься немножко попозже. Так, псипес. Давай, как-нибудь, не знаю, без этого. Не хочу с тобой воевать особо, честно говоря. Опа. Аномальная сезонка попала здесь. Плохой дом. Не очень хороший. А, мы еще и зайти не можем наверх. Опа. Увы дела. Так, а теперь бы счетого архаровца снести. Бандитского. Блин, что за улюлюканье вот это в ухе? Непонятно. Она меня начинает напрягать уже. Долетели. Долетели. Так. Не вижу никого. Он падла внутрь зашел, наверное. Хитрожопый засранец. У меня еще и ПНВ такой, что... Ну, смешно. Там еще и кабаны бегают. И побежали собаки в атаку. Ничего ж так просто не бывает, да? Что прямо... А-а-а-а. Спасибо. Что не съела сразу. Тварь. Давай, давай, давай. Ой, а вот на подружку твою у меня силы же, возможно, не хватит, честно говоря. Спокойно. Падла. Что? Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, это звук бюрера был только что. Твою мать. Так, 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 хвостики, 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 как бы это деньги. Плюс для Сидора задание надо будет отнести. Я слышал четко. А я, знаете, отличаю. Обычный от... От бюрера. Где нашли его, а? Братцы. Что, блядь? Кабанка в порядке вообще? Все нормально у тебя? Братцы. Алло. Алло, дружище. Это что за кабаны, блядь? Какие-то, не знаю, элитные. Да ебать! Хера себе. Немножечко подразмазало. На пол шишечки. Я чуть не охерел. Уф, блядь. Началась зона, ребята, все. Под контроль на военными территориями закончились. Теперь начинается настоящая игра, как говорится. Блин, у меня кончились энергетоса. Я, сука, хочу бегать. Я бегать не могу. Последняя аптечка. Как у вас здесь весело. А я прямо ходить не могу. У меня появился перегруз, что ли, постоянный. Ну да, практически. Вот и что делать? Сейчас, наверное, доберусь до бара. Я буду часть из этого просто выкидывать. Хотелось бы, конечно, тайник заложить какой-нибудь. Но, зная, где-то западло. Один раз плохо поспишь, как бы. И тайнику все, йог. Больше тайника нету. Блин, а восстанавливаться здесь силы очень плохо. Чертовски херово, я бы сказал. Так, товарищ бандит. Я вижу абсолютно весь прострел. Я не вижу его. Какая-то шутка, что ли. Сука, перегруз без... Призрачный пояс, что ли. Кстати, это ж на свалке, вроде, где-то должно быть на кучах мыши. А, лета... А-а-а-а! Вот что за звуки! Вспомнил! Прикиньте! Ёлки-палки! А это вообще возможно? Да! Там, вроде, их нужно было как-то подзывать своей дудочкой. Но что-то я боюсь это делать. Опа, здесь тайник сразу есть в этом туннельчике. Не вижу своего оппонента. А, нет, походу, нашел. Красный кристалл, что ли? Да, это красный кристалл. Что за чертовщина? Ага! Я понял. Ну, я дал ему шанс просто, не знаю, может быть, поговорить. Но, нет, 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 нет. Этот парень я был готов к розовору. Прямо от слова совсем. Так, у него какой-то уникальный дробаш был. Кто-то такой, блядь. Да что за... Это... К... Кейван Маршал! Нихера себе! Ёбаный насос. Дядь, ты кто был такой? Ауф! Десяти зарядник. Ох, бляха, мощи в этой дуре, конечно. Так. Идти могу, идти могу. Не знаю, кто он такой был по масти, но... Видно, они пальцем деланы. А вот это и ника, вот и два кристалла просто в одном месте. Интересно, девки пляшут. Причем довольно странные. Под специальные зоны, наверное, кристалл красный, кристалл такой. Ну, на полном серьезе, вот именно сейчас начинается фотограф. До этого модификация, может быть, кого-то не зацепила, оказалась странной. Но вот начался фотограф. Блядь, повыкидываю, наверное, сейчас все эти, реально, пистолеты, все эти вальтеры. Вальтеры. Не буду я ими пользоваться. Продавать их копейки стоит. По-моему, за мной пришли ребята. Представители, так сказать, этого бандита. А в тайничке у нас что было? Сойдет. На аптечки жаловался, аптечки получи. Так, первый заказ выполнен. Собственно, Лукаш и снести блокпост для того, чтобы пробраться дальше. А, вот это, кстати, вообще даже хорошо. Там у нас было здание, вроде, если не ошибаюсь, на снорков. Так что, здравствуйте, товарищи снорки. Давайте без лишнего. Блин, ствол просто имба. Надо его будет беречь. И огневая мощь, как бы, хорошая. И очень метко стреляет. Так, спокойно. Минус раз. Минус два. Тихо, тихо, дядя, не подходи ко мне. Я очень злой. Хорошая, хорошая просто установка. Прям хорошая. Так, вот она лапка. Такая. Разная я уже видел, но такого... А это снорк. Это было человеком. Да. Зона великая художница Извраченко. Но я не жалею, что сюда попал. Опа, зелененький. Назову этого мутанта снорк. Блин, я столько этих ресталов уже понаходил, что мне даже страшно становится. Как бы их, блин, сам общался, что нельзя продавать. Еще, наверное, у них, скорее всего, есть... Какую-нибудь сургодность. То есть, невозможно, будет испаряться. Не знаю, может быть, перед следующим выбросом. Поэтому надо будет успеть все это дело сделать. Так что, жду ваших подсказок. Прям очень сильно жду подсказок, как это все работает. Так, депошка, Лукаш. Я прям заигрался. Мне прям стало интересно, такого давненько не было. Слушайте, стало реально вот как-то переосилить вот эту вот ситуацию с предбанником. Дальше фотограф становится гораздо интереснее. Так, вроде бы база Лукаша. Ножик убираем. Опа, нычку вижу. Пустая. Тут же вроде не воруют. Я могу заложить? Ну, в смысле, кроме деда западло. Я могу сюда заложить хотя бы вот этот херни с бензином, чтобы их не стырили? Потому что, как бы, ну это капец. Реально, слишком много лишнего веса. Прям я скинул бочки, стало на 20 килограмм легче. Так, ну че, ребятки. Это Лукаш, что ли? А, это Макс. Ну, как я мог, как я мог не узнать, это великого снайпера свободы. Которая в дальнейшем, собственно, не будет. Погляди, что это за фрукт. О, кормилец. Чем пришел? Да даже не знаю, как правильно обратиться к вам. Да ты не дрейф. Мы люди свободные. Обращайся так, как считаешь нужным. Ай, мэн. Только не хами. А то пулю в череп получишь легко. Ну, это понятно. Только вот дело у меня к тебе есть, Лукаш. Ага. Не как вояки, мать их тебя прислали для переговоров. Ну, вообще-то, я не мальчик на побегушках. У меня свой интерес тут есть. Я к тебе зашел вполне определенной целью. Ха, и что ж тебе нужно, бывшим моим сослуживцам? Им нужно пристрелить тебя, а мне совсем другое. А, вот теперь слышу голос человека разумного. И не конкретно определенного по своих целях. Теперь можно поговорить серьезно. Что ж привело к тебе в столь глухую и богом забытую местность? Посылка у меня для тебя есть от Харона. Знаешь такого? О, вот оно че. А я сразу не сообразил, че ты можешь ко мне, так сказать, идти. Когда не похож на Харон, чтобы он доверял таким, как ты, людям. Обычно используют для таких целей бестолковых, но исполнительных отмычек. А ты не похож на такого? Странно. Ну, так уж вышло. Спешил им куда-то, а кроме меня никого не было рядышком. Так что вот, держи ящик. Ладно, давай сюда контейнер. Кто зажрался, зажрался с ним, уже думал, обманет Харон. Ну и рассказывай теперь, кто ты такой на самом деле. Назови меня фотограф, я корреспондент. Собираю истории, факты, фотографирую, в общем-то, делаю сюжет о зоне. И ты можешь мне помочь в моих поисках. Мне нужна информация, где пролегает тайная безопасная тропка в лес. Говорят, ты знаешь этот маршрут. Ха, польстил ты мне, спасибо. Да, действительно известно мне, как попасть в лес, минуя засады миродеров и опасные аномалии. Только просто так информации не удается. Смекаешь? Ну, не дурак, соображалка работает. Что просишь за ценную информацию? Есть одно действо, за которое моих людей никого посылать не могу, ибо не дипломаты они. А вот ты как раз подойдешь. Ты же образованный, язык у тебя вроде подвешен, правильно? Пуля дуру заговорить точно сможешь. Ну ладно, что требуется от меня. Совсем немного. Тут рядом заброшенные фермы, чуть западнее нашей стоянки, по ту сторону дороги. Обитают диггеры, старший у них шершень. Давно хочу с ним посетски договориться прекратить всякие междоусобные перепалки. Нужны грамоты образованный посланец для переговоров. Из своих пацанов, бойцов, как говорил, никого послать не могу. А вот ты как раз то, что нужно. Короче, все, что требуется, ты передай шершню вот этот ПДА, настроенный на нашу частоту, чтобы он смог с нами связаться. Там мы с ним обо всем, как говорится, и договоримся. Близкий контакт это и получится сделать, а так в самый раз. Наведем мосты, придем к консенсусу, так сказать. Ну что, возьмешься быть курьером? А за твои услуги получишь координаты перехода в лес из промзоны. Согласен. Хорошо, давай с УПДА, я отнесу шершню. Слушайте, довольно простое задание, на самом деле. Опа, а у нас нет денег, да, на него? Что можно тебе продать в обмен, чтобы я получил этот энергетоз? Патронный калибра 7.62. Предположим, почему бы и нет. Вот оно как все завертелось, закрутилось-то, а? Получается. Так, ну, я на самом деле на это, блядь, предлагаю защитить эту серию, потому что играем уже очень давно. А оно, конечно, по-хорошему сасывает, знаете ли. Тут прям все интереснее и интереснее, но нужно делать паузу. Хорошего приношка. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки. Пока-пока.